Сочи ждет всех. Состоялась жеребьевка Мундиаль, а команды узнали, с кем им предстоит играть, а болельщики, куда бронировать билеты. Комфортная городская среда на примере Сочи. Оценить реализацию партийных проектов прибыл руководитель Генерального совета Единой России Андрей Турчак. До 1 сентября, а по факту до середины осени, получила продолжение история с долговыми квитанциями от Сочи Водоканала. В Сочи отметили день самбо. На уроке по этому виду спорта побывали 400 школьников. Специалисты Генпрокуратуры России займутся делами обманутых дольщиков в Краснодаре. Об этом заявил заместитель руководителя надзорного ведомства Андрей Кикоть вместе с губернатором Кубани провел прием граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. На встречу пришли 22 человека. Однако только в официальном реестре 883 обманутых дольщика. Но и это, как оказалось, не предел. О том, как будут бороться с мошенниками и возвращать квартиры людям в материале наших краснодарских коллег. Если сложить, сколько времени каждый из этих людей ждет собственную квартиру, на всех выйдет больше 40 лет. 22 человека с историями об обманутых ожиданиях и потерянных деньгах. Как долго ждете квартиру собственную? Я не помню. Три-четыре. Кто и пять лет ждет. Купила в 2006 году ЗАО «Сафи», ЖК «Ямайка», город Сочи, улица Крымская 166 по ФЗ-214. Разные судьбы, но одна и та же проблема. Вложенные в строительство порой последние деньги и в итоге статус обманутого дольщика. Добиваться правды жители Кубани пришли в прокуратуру. Для того, чтобы разобраться в каждой конкретной ситуации, в Краснодар приехал заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть. Вместе с губернатором региона Вениамином Кондратьевым он провел прием граждан. Ну, я представляю жилищное... Настроение у вас хорошее, я думаю. Ну, не часто с такими людьми общаюсь, конечно, хорошее. Только оптимизм заставляет и дальше бороться за свое жилье, рассказывают люди. Некоторые объединяются в группы и даже проводят собственные расследования. Мошеннические схемы незамысловаты. Компании собирают деньги с дольщиков, чтобы начать строительство. Для вида возводят несколько этажей. Затем у застройщика неожиданно заканчиваются деньги. Фирма становится банкротом, а люди остаются ни с чем. По словам Андрея Кикотя у генеральной прокуратуры позиция одна. Добиваться, чтобы такие бизнесмены отвечали по всей строгости закона. В любом случае вас никто не бросит. Это вы можете однозначно для себя впитать эту позицию. Вот губернатор сидит в крае, ну, то есть тут уже, наверное, как бы обратной дороги нам нет. Мы тоже имеем, скажем так, честь и слово свое, которое держим. Движение будет поступательное. И в любом случае тот, кто должен ответить, он ответит. И, поверьте, никто не уйдет. Нет какой ответственности. Она будет достаточно жесткая. На прием в прокуратуру пришли не только обманутые дольщики, но и те, кто купил квартиры в так называемых самостроях. С одной из таких историй приехали жители Анапы. Несмотря на то, что люди сами приобретали квадратные метры в незаконно возводимых домах, отвернуться от них власть не может, подчеркнул губернатор. Если там возможно, все-таки, не нарушив сегодняшнюю высотность, вам дать возможность построить легально, то есть в рамках закона, там сколько, пять, шесть и даже сколько позволяет высотность, то я думаю, что мы постараемся пойти навстречу, но еще раз подчеркиваю, в рамках правового поля. Мы же хотим, чтобы Анапа осталась курортом, а не превратилась в спальный район. Поэтому, конечно, мы должны заменять жесткую позицию и ни в коем случае от нее не отступать. В противном случае мы потеряем Анапу как курорт. 22 человека, которые пришли на прием в прокуратуру, лишь вершина айсберга. Обманутых дольщиков крают только в официальном реестре 883, но и это не окончательная цифра. Проблема приобрела огромный размах. 45% застройщиков в регионе работают с нарушением обязательств перед дольщиками, и обманутыми среди них могут оказаться около 6 тысяч человек. Дело в том, что по закону получить статус обманутого дольщика могут только те, у кого просрочка сдачи дома превышает 9 месяцев. Поэтому и многие контролирующие организации реагируют на ситуацию с большой задержкой. Не нужно ждать 9 месяцев, коллеги. Не нужно. Вот контроль за любым строительством нужно начинать с момента того, как застройщик приступил к этому самому строительству. В противном случае мы упускаем и потом время, упускаем застройщика, упускаем его активы и саму возможность. Вовремя, если даже мы это видим, остановить вывод денежных средств, которые у дольщиков собрали, мы здесь должны не допускать ту ситуацию, которую сегодня имеем. А это в наших силах. Почему сидят и главы, и прокуроры вместе? Коллеги, потому что вы вместе отвечаете за район. Если мы хотим реально разобраться с проблемами, эту работу, считаю, необходимо начинать в период текущего строительства дома. Как только застройщик отклоняется от плана графика, минимум на 20-30%. С сегодняшнего дня, я считаю, мы должны глобально перестроить форму отношения к этому явлению и расширить круг ответственности и ответственных лиц за это правонарушение. Чтобы составить реальную картину в ситуации с обманутыми дольщиками, по решению заместителя генпрокурора, 6 декабря по всей Кубани пройдет прием в местных прокуратурах. С двух часов дня до шести вечера люди смогут предоставить собственную информацию по долгостроям. Для тех, кто прийти не сможет, будет работать горячая линия. Вопросы у Андрея Кикотя были и к главному следственному управлению краевой полиции. По его мнению, в судах необходимо требовать максимальную меру наказания для строителей-мошенников. У вас есть факты, где по 300, по 400, по 500 миллионов воруют, он сидит на домашнем аресте. Ну, значит, выходите, обжалуйте, объясняйтесь, куда, какой домашний арест. Там у людей дома нету, так к нему лучше тогда подсадить кого-то, чтобы жили там, вместе с кого он обманул. Основатели строительных пирамид, по-другому их назвать сложно, зарабатывают на людях даже не миллионы. Прокуратурой края в суды поданы иски о взыскании с таких предпринимателей почти 2 миллиардов рублей. На сегодня обвернуть удалось 800 миллионов. И здесь необходима слаженная работа всех, от муниципальных чиновников до правоохранительных органов. На совещании в прокуратуру также пригласили председателя краевого суда и руководителя регионального следственного комитета. Вы каждый день ездите на работу по своим районным центрам, городам, и главы районов, и прокуроры. И вы прекрасно видите, если стройка остановилась в многоэтажке, то должно что-то ёпнуть, что что-то значит не так. А не ждать, кто это среагирует, глава района должен, или прокурор, или вы ждёте, кто тоже быстрее среагирует, а в конечном итоге у семьяня получается дитя без глаз. Борьба с недобросовестными застройщиками вышла уже и в интернет. По требованию прокуратуры заблокированы 20 сайтов, на которых продавали квартиры в проблемных домах. И сегодня было решено разделить Краснодарский край по зонам, где больше всего обманутых дольщиков. Это Краснодар, Сочи, Анапа и Геленджик. Специально созданные комиссии займутся наведением порядка в строительной сфере, а в краевую столицу направят сотрудников генеральной прокуратуры. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Сто шагов к благоприятному инвестиционному климату. В Москве сегодня прошла ежегодная конференция, организатором которой стало Агентство стратегических инициатив. Участие в ней принял губернатор Кубань Вениамин Кондратьев. На форуме эксперты обсудили, как улучшить условия для ведения бизнеса в регионах, а также подвели итоги работы местных властей в этом направлении. Краснодарский край сохранил свои позиции в десятке лидеров по инвестиционной привлекательности российских регионов. Перестановки в краевой администрации. Новым руководителем Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края стал Юрий Волков. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Юрию Волкову 32 года. До назначения он работал в качестве заместителя начальника департамента, который и возглавил. До этого преподавал в Кубанском государственном университете и занимался коммерческой деятельностью. Сегодня в Москве состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу. По ее итогам 32 команды узнали, с кем им предстоит играть. На групповом этапе. А болельщики поняли билеты, в какие российские города им нужно бронировать. Ведущим церемонии стал Иван Турганта. Собственно, процедуру жеребьевки провели знаменитый англичанин Гарри Линекер и российская спортивная журналистка Мария Командная. При этом в Кремле собралась элита мирового футбола. Приглашение получили главные тренеры всех 32 сборных, которые пробились на турнир. И только двое не откликнулись. Не приехал наставник Уругвая, а у Австралии тренера сейчас попросту нет. Все гости посетили сочинский стенд и пообщались с представителями нашего города. Еще до жеребьевки первый заместитель главы Сочи отметил, курорт готов и рад принять всех. Мы уверены, что гостям будет комфортно и возле Фишта, где у нас прекрасная и набережная, и Олимпийский парк, и Диснейленд наш русский. То есть гостям будет чем заняться, помимо футбола, я в этом абсолютно уверен. Ну и центр города, безусловно, будет принимать гостей. У нас огромное количество заведений на любой вкус, поэтому я уверен, что каждый найдет свое место на чемпионате мира и с удовольствием отдохнет. На встречу с сочинским партийным активом прибыл исполняющий обязанности секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Но перед общением с сочинскими единороссами он посмотрел, как в нашем городе реализуются партийные проекты, в частности, проект «Комфортная городская среда». В федеральном бюджете на создание комфортной городской среды фракции «Единая Россия» предусмотрено 20 миллиардов рублей. Сочи в числе других городов включился в реализацию партийного проекта. Сегодня Андрей Турчак осмотрел открытый во время проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов сквер с одноименным названием «Фестивальный». Он стал новым местом отдыха для горожан и гостей курорта. Ну а самые частые посетители сквера – дети. Здесь для них организован целый игровой городок, скоро будет построена и спортивная площадка. Сейчас у нас из 62 тысяч деток школьного возраста у нас 48 тысяч чем-то уже занят. Побывал сегодня Андрей Турчак и в легендарной фитофантазии, которая в 70-е была создана известным художником-озеленителем Сергеем Винчеговым, став площадкой для ландшафтных творческих экспериментов. Со временем этот легендарный зеленый уголок пришел в запустение. В этом году по поручению главы Сочи было выделено 11 миллионов рублей с бюджета города на расширение и глобальную реставрацию. Более того, рядом у Зимнего театра теперь свой сквер. Прекрасные городские пространства, которые мы уже успели посмотреть в рамках проекта «Городская среда». Очень важно, что уделяется внимание комфортным условиям проживания горожан. На следующий год партия продолжает этот проект. В целом, по краю, предусмотрено более 1 миллиарда рублей, из которых 300 миллионов получит Большой Сочи. Эти средства пойдут на реализацию следующего этапа проекта «Дворы жилых домов». Они тоже должны быть чистыми и благоустроенными. Сами жители должны проявить инициативу и определиться, как будет выглядеть их придомовая территория. Граждане сами участвуют в голосовании, в выборе баланса зеленой зоны, парковочной зоны, малых архитектурных форм. Кому-то нужна детская игровая площадка, кому-то хочется заниматься спортом. Очень важно, что население активно увлечено в этот процесс. Это 1213 дворов. И естественно, что мы сегодня подготовили эти все проекты, приняли свою программу городскую «Комфортная среда». И надеемся, что из бюджета Краснодарского края, из бюджета Российской Федерации 300 миллионов будет нам выделено для того, чтобы реализовать эти проекты. А уже на встрече с сочинскими партийцами в день 16-летия «Единой России» секретарь Генерального совета партии продолжил разговор о реализации в стране партийных проектов, а также о задачах и перспективах на следующий год в свете выборов президента страны. Большой партийный разговор на эти темы состоится уже на съезде в Москве 22-23 декабря. В Хостинском районе проводится проверка по факту смерти двух человек в результате пожара. Сгорел частный дом по улице Лысая гора при тушении пожара. В одной из комнат были обнаружены тела двух женщин. По данному факту следственным отделам по Хостинскому району организована проверка. Установлено, что в доме проживала местная жительница, а также женщина, ухаживающая за ней, и сын последний. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. С целью установления причин смерти женщин назначены судебно-медицинские экспертизы. Мужчина, который также проживал в доме, с ожогами различной степени тяжести доставлен в больницу. История с оплатой за воду получила продолжение. Многие сочинцы получили на днях квитанции от прежнего поставщика воды ООО «Сочи Водоканала». Причем квитанции долговые. В каждое указание, что речь идет о долге за услуги, оказанные до 1 сентября, не согласны, приходите в абонентский отдел. Кабинет расположен в районе товарного двора. Там при перерасчетах выясняется, что оплатить надо водоснабжение и канализование, оказанные не до 1 сентября, а до 12 октября. Это день, когда коммерческому предприятию пришел последний отказ в апелляции. То есть еще за половину осени. Фактически в это время воду горожанам подавала уже другая организация – МУП «Водоканал». От нее приходили квитанции, ей и платили. Коммерческое предприятие уверяет, платили неправомерно и грозит абонентам судом. Разобраться в юридических тонкостях судебных решений большинству сочинцев сложно, поэтому прокомментировать ситуацию мы попросили в администрации города. Ответ дан однозначным решением арбитражного суда Краснодарского края от 4 августа из к мэрии к Сочи «Водоканалу» о расторжении договора был удовлетворен. 30-го передан к немедленному исполнению. 31 августа глава Сочи подписал постановление. И уже в 8 утра 1 сентября все водоканализационное хозяйство перешло в МУП. Еще раз обращаю внимание, что судом апелляционной инстанции оставлены без изменения судебные акты суда первой инстанции. Это и решение, которым удовлетворен иск администрации города, и определение, которым судебное решение обращено к немедленному исполнению. И Сочи «Водоканалу» это точно так же известно. Таким образом, мы полагаем совершенно незаконными действиями Сочи «Водоканал», которыми в настоящий момент, на наш взгляд, они хотят получить неосновательное обогащение. Проще говоря, в мэрии заявили, что с 1 сентября в Сочи есть только одна ресурсоснабжающая организация. И это МУП «Водоканал», которому сочинцы платят за воду последние три месяца. Наш совет, естественно, не оплачивать квитанции, полученные от Сочи «Водоканал», за период с 1 сентября 2017 года. Мы со своей стороны, безусловно, обратим внимание органа надзора на указанные факты. Если у граждан нет возможности элементарно, пожалуйста, обращайтесь в наш адрес, в департамент городского хозяйства, прилагайте копии таких документов, которые вы получаете от Сочи «Водоканала», мы со своей стороны предпримем все меры для защиты ваших прав. Также в администрации города отметили, что сочинцы вправе и самостоятельно обратиться за защитой своих прав в органы прокуратуры. Воду отключат Планово, чтобы не отключать аварийно. Потом, с воскресенья по понедельник, на водоводе по улице Медовая пройдут плановые работы. 3 декабря начнется завершающая стадия переключения нового участка магистрального водовода. Будут пересены из оползневого участка около 200 метров водовода. Это сделано для исключения в будущем аварий, которые десятки раз оставляли без воды жители Адлерского и Хостинского районов. Однако для проведения работ требуется отключение водоснабжения абонентов. Без воды останутся Кудепста, Хоста, Мацеста, Раздольная, улицы Ясауленко, Благодатная, Курортный проспект, частично Бытха, Вадлере, улицы Троицкая, Православная, Орбитовская, Медовая, Белых Акаций. Работы по переключению водовода продлятся ориентировочно до 9 часов понедельника. После их завершения водоснабжение будет поэтапно восстанавливаться в течение дня 4 декабря. Горбольница номер 3 и другим социально значимым объектом будет осуществляться подвоз воды. Сегодня сочинских счетоводов поздравили с профессиональным праздником. Днем аудитора и бухгалтера Краснодарского края. Лучшие по итогам года получили почетные грамоты и благодарственные письма из рук главы города Сочи. Этим праздником исполнительная и законодательная власть Кубани признают важную роль бухгалтера и аудитора. И всех тех, кто занимается учетом, отчетностью и участвует в социально-экономических преобразованиях края. Главным ресурсом развития как региональной, так и городской экономики становятся люди и знания, которыми они обладают. А также растущая профессиональная компетенция кадров, отметил сегодня глава Сочи. Эта профессия, она очень трудоемкая. Эта профессия не для всех. Это постоянно нужно быть в напряжении, быть всегда в состоянии, что я в ответе, и при том в серьезном ответе. Эффективная работа в области финансового учета и контроля влияет на результат работы крупных и малых предприятий, реализацию инвестиционных проектов и заработок сотен тысяч людей. К примеру, в Сочи, подчеркнула Анатолий Пахомов, благодаря правильной организации экономики, доходы курорта в уходящем году находятся на уровне самого высокого 2013 года. У нас заработала новая экономика. Рабочих мест столько в новой отрасли, не в строительной, а теперь уже в санаторно-курортной отрасли. Это нам позволяет решать очень важные, значимые задачи. Прежде всего, конечно, социальные. Но в год мы строим по три школы. Вы понимаете, да, что такого не было никогда. Мы вот как задали свой олимпийский темп, еще начиная с 2010 года, строить, строить и строить. И пока с этого темпа не сошли, что очень отрадно. Среди награжденных почетными грамотами главы города и давно заслуженные аудиторы и бухгалтеры, и молодые, хорошо зарекомендовавшие себя кадры. Наша организация в этом году очень много провела контрольных мероприятий, по результатам которых в бюджет города Сочи было заведено достаточно бюджетных средств. И для меня это первое вручение будет от главы города. Спасибо большое за это. Очень признательно и очень приятно, что наш труд выделяют и не забывают про нас. Предотвратить и не распространить. Сегодня во всемирный день борьбы со СПИДом в администрации Сочи состоялось заседание круглого стола. Сотрудники городских управлений, некоммерческих и молодежных организаций обсудили реализацию двух новых государственных документов. Национальную стратегию о нераспространении ВИЧ-инфекции, принятую в этом году на федеральном уровне, и постановление губернатора Краснодарского края о разработке единого плана действий в части предотвращения распространения СПИДа. В России отмечаются самые высокие темпы роста ВИЧ-инфекции. Из 140 миллионов человек ВИЧ-инфицированных 800 тысяч или 2% населения. Ситуация сложная, признают эксперты, и поэтому стране необходимы новые эффективные методы профилактики и борьбы с эпидемией века. Итак, комплексный план обсуждаемых сегодня о государственных документах предусматривает три основные направления, среди которых и активизация работы лечебно-профилактических учреждений, некоммерческих организаций и структурных подразделений администрации города с населением. У жителей должно быть четкое представление об опасности ВИЧ-инфекции, а также о том, что в Сочи обеспечено бесплатное освидетельствование на СПИД и данную процедуру лучше не игнорировать. Нам надо, и это в национальной стратегии обозначено до 2020 года включительно, нам надо у 93% населения, чтобы был свой ВИЧ-статус. Это действительно очень высокий процент, потому что на самом деле большинство людей сегодня об этом не задумываются. Они считают, что СПИД, ВИЧ-инфекция – это где-то очень далеко, что это не может произойти со мной. Лично работа в этом направлении, во втором блоке будет строиться непосредственно по этому плану. В Сочи ВИЧ-статус известен всего у 21% населения. ВИЧ-инфицированных на курорте чуть меньше полпроцента горожан. На учете в Центре профилактики СПИД стоят 2600 сочинцев. В 50 случаях у этих больных СПИД протекает бессимптомно в течение 10 лет. Я это подчеркиваю, потому что это сложность работы. То есть люди здоровые, красивые, являются носителями вируса, но никто об этом не знает. А у 5% клиника не появляется в течение 20 лет. Это как раз к тому, что Ирина Васильевна сказала, и в рамках стратегии наша задача – скрининг, то есть обследование населения. До 15 декабря в Сочи создадут городскую межведомственную комиссию по реализации государственных документов. К работе же специалисты приступят с 1 января. Как снизить негативное воздействие на окружающую среду и улучшить экологию? Над этими вопросами в течение месяца работали студенты из 150 образовательных учреждений разных регионов страны. И сегодня на базе Сочинского государственного университета были подведены итоги ежегодного всероссийского конкурса «Зеленые технологии». Научный конкурс студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования «Зеленые технологии», проводится Министерством образования и науки РФ. Уже в третий раз оно выбирает в качестве площадки для проведения очного тура опорный вуз Краснодарского края. Поступили заявки из всех федеральных округов, из 59 субъектов Российской Федерации, более чем от 150 образовательных организаций, и всего таких заявок 457. Заявки по трем номинациям. Это и возобновляемые источники энергии, это и ликвидация загрязнения окружающей среды, и номинация связана с различными ноу-хау в сфере «Зеленых технологий». Первый заочный этап конкурса проходил с 1 по 20 ноября, по результатам которого рабочая комиссия выбрала конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов по каждой номинации. Сегодня они выступили с презентацией своих докладов перед жюри. Каждая работа была посвящена экологической обстановке в том или ином регионе. Кирилл Пимонов, например, озадачен решением проблемы очистки от нефтепродуктов бухты на Камчатке. В данном мероприятии я принимаю участие в первый раз. Работа моя направлена на изобретение конструкции для сбора нефтепродуктов с водной акватории. Захотел принимать участие, потому что очень беспокоит состояние нынешней нашей Авачинской бухты. Конкурс «Зеленые технологии» проводится с целью развития студенческих инициатив в плане учебно-исследовательской деятельности и по применению инновационных и экологичных методов в производстве тех или иных организаций. По итогам презентации высокопрофессиональное жюри отобрало лучших конкурсантов. Им были вручены дипломы. Все работы участников очного этапа носят прикладной характер и могут быть внедрены в производственные работы. В Сочи отметили день самбо, причем отметили масштабно. На уроке по этому виду спорта побывали 400 сочинских школьников. Под эгидой Сочинской федерации самбо в 6-й гимназии и 20-й школе спортсмены продемонстрировали боевые приемы борьбы, а тех, кто заинтересовался, записали в секции. В гимназии номер 6, помимо этого, прошла выставка рисунков, посвященная национальному виду единоборств. Коллективу гимназии от имени Всероссийской Федерации самбо была вручена грамота, а также фотография сборной России с автографами участников чемпионата мира. Сочинская школа – серебряный призер всероссийского проекта «Самбо в школу», в котором соревновались более 400 школ всей страны. Ученики приняли участие в церемонии открытия чемпионата мира, за что были отмечены грамотами Мировой Федерации. Спортивный праздник продолжился в 20-й школе. После показательных выступлений руководство образовательного учреждения, а также директор 9-й спортшколы Саркис Багасян были награждены за вклад в развитие самбо на курорте. В завершение спортсмены возложили цветы к бюстам основателей самбо, установленным в Федеральном центре единоборств курорта. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.